МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Одного пункта приема сточных вод в Сургуте было мало. Почти 15 лет, это твердили водители и владельцы осенизаторских машин. И дело не в том, что мощности приемника не хватало. Речь о его удаленности. Из восточной части города ехать на Аэрофлотскую улицу затратно как по времени, так и по стоимости. Но теперь все изменилось. Станут ли услуги по откачке септиков дешевле, знает Карина Александровна. 1-1. Хоккейный клуб «Югра» в двух матчах ВХЛ, на сургутском льду одержал одну победу. Забив 11 шайб ворота противников, команда ухрепила свои позиции на пятой строчке турнирной таблицы. Как прошли сургутские встречи и может ли появиться в нашем городе профессиональная команда, расскажем в первой части выпуска. Выставочный матч не чужих для города команд. В Сургуте в водное поло сыграли Ханты-Мансийская «Югра» и Кенев «Сургутнефтегаз» из Ленинградской области. Две встречи собрали полный зал болельщиков. О перспективах развития этого вида спорта в нашем городе и регионе, а также о планах по проведению матчей российской суперлиги, знает Андрей Лобов. Помочь адаптироваться к реалиям жизни и предупредить рецидивы преступлений. В России с 1 января этого года начал работать закон апробации. Его суть в том, что заключенный, оказавшийся в трудной жизненной ситуации, может обратиться за помощью. Как организована эта работа в Югре и с какими проблемами обращаются осужденные, выясняла Татьяна Расторгуева. В эфире «Сургут-24» программа «Новости главное». Вас приветствует я, Дмитрий Круковец, служба информации нашего телеканала. В ближайшие 60 минут мы расскажем о ключевых событиях уходящей недели. Новости главное. Только главные новости этих семи дней. 68 миллиардов рублей составил бюджет программы сотрудничества между правительствами Тюменской области, Югры и Ямала в прошлом году. Существенная часть этих средств была потрачена на социальную поддержку, а также переселение из Мау-Янау пенсионеров, выплаты на приобретение жилья, оказание медицинской помощи. Но наибольший объем средств поступает на развитие инфраструктуры, дороги, социальные объекты, школы, больницы. В Югре на средства сотрудничества в прошлом году построили в Нягоне железнодорожный вокзал, в Нижневартовске возводится здание окружной больницы. Напомню, что программа между регионами существует уже 20 лет. Договор сотрудничества – это трехсторонний документ между правительствами Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. В его рамках реализуют проекты, направленные на улучшение качества жизни тюменцев, югорчан и ямальцев. В прошлом году соглашение продлили. Планами дальнейшей совместной работы и другими перспективами в ходе своей пресс-конференции поделился губернатор Тюменской области Александр Моур. Подробнее в следующем сюжете. 52 миллиарда рублей составил бюджет программы сотрудничества между правительствами Тюменской области, Югры и Ямала в 2024 году. Как отметил Александр Моур в ходе пресс-конференции, это, что называется, плановая цифра. Практика показывает, что под конец года фактический бюджет оказывается больше. Например, в 2023 объем финансирования программы по итогам всех проектов составил более 60 миллиардов рублей. Это средства, затраченные на переселение пенсионеров Ямала и Югры на юг Тюменской области, обновления в сфере здравоохранения и другие. Напомним, договор сотрудничества – это трехсторонний документ между тремя регионами – югом Тюменской области, Ханты-Мансийским и Ямало-Ненецким автономными округами. В его рамках финансируют проекты, направленные на улучшение качества жизни тюменцев, югорчан и ямальцев. Действительно, не все из 11 направлений программы сотрудничества по факту реализуются. Это неплохо, нехорошо. Программой, договором эти 11 направлений предусмотрены, а какое выбирать и в каком объеме, и какие мероприятия реализовывать, уже определяются округом самостоятельно и предлагается для включения в программу. Видимо, пока некоторые направления округа, наши коллеги, пока не финансируют. Считают более важными те направления, по которым это происходит. Но в этом и, на мой взгляд, и удобство, и прелесть самой программы в ее гибкости. Если возникает какая-то задача, и она становится приоритетной и важной, мы очень быстро направим средства на то мероприятие, которое сегодня является актуальным. Также в ходе пресс-конференции Александр Мор отметил рекордные показатели по строительству домов. Недвижимость на юге соседней области пользуется спросом в том числе среди жителей северных округов. В прошлом году в регионе ввели 2 миллиона 400 тысяч квадратных метров жилья. 1 миллион 100 тысяч из них в секторе ИЖС. Есть опасения ряда аналитиков, что длительный период высокой ключевой процентной ставки приведет к снижению доступности ипотеки и спроса. Но в Тюменской области по этому поводу сохраняют определенный оптимизм. В объеме зарегистрированной ипотеки 10-12 процентов ипотека, которая касается ИЖС. Что объемы строительства ИЖС в меньшей степени зависит от ипотеки. А их миллион 100. Теперь что касается многоквартирных домов. Там да, ипотеки там больше. Я думаю, что корпорация Дом РФ вам известна. И наверняка воспринимается как эксперт на рынке недвижимости. Все читать не буду, но начало. Ситуация на российском рынке жилья неоднородная. К числу регионов с признаками дефицита предложения аналитики Дом РФ отнесли Свердловскую, Тюменскую, Ростовскую область и город Москва. Говоря о привлекательности Тюменской области для кругов соседей нельзя не сказать и о том, что столица региона является мощной образовательной площадкой для молодежи. И если у выпускников школ ХМАО есть альтернативы в виде окружных вузов, то в ЕНАО своих высших учебных заведений нет. В ходе пресс-конференции Александр Мор уделил особое внимание профессиональной подготовке подрастающего поколения, за которым будущее. Эта тема красной нитью шла через все мероприятие. О важности говорит и выбор места проведения встречи с журналистами. Площадкой стал региональный центр подготовки «Новое поколение» на базе физико-математической школы в Тюмени. Тут выдающихся ребят готовят к международным и всероссийским олимпиадам. Выявление, поддержка, развитие талантливых, способных ребят нашего региона. Здесь, в этом павильоне, у них будут проходить образовательные программы, разные мероприятия, праздники. Здесь же перед ними будут выступать лучшие педагоги и преподаватели. Ну и надеемся, что из этих ребят вырастут будущие ученые, будущие экономисты, будущие управленцы. Один из крупнейших в России образовательных центров начнут возводить в Тюменской области уже в этом году. Это проект межвузовского кампуса. Площадка создается по инициативе президента страны. Концессионное соглашение было подписано летом прошлого года в Новосибирске. Оно предполагает объединение студентов и преподавателей пяти университетов. Государственного, индустриального, аграрного, медицинского и института культуры. Общежитие примут пять тысяч человек. Исследовательская работа будет вестись по трем основным специализациям кампуса. Энергетическая безопасность, безопасность новых систем и технологический инжиниринг. Финансирование на половину из средств федерального гранта 40% вложит инвестор компания. Врата Сибири десятую часть добавит в бюджет Тюменской области. Сейчас на месте будущего центра уже ведутся работы по подготовке участка. Параллельно консессионер сейчас работает над посадкой зданий. А у нас там 10 объектов, общей площадью 167 тысяч квадратных метров. Следующим этапом будет разработка уже архитектурной концепции, то есть вида этих зданий. Задача такая, чтобы в начале 2025 года уже выйти на первое разрешение на строительство. То есть уже начать строить и в 2025 году весь проект кампуса завершить. Тюменская матрешка, энергетическое сердце России. Если Югра и Ямал лидируют по добыче нефти и газа, то Юг области является аграрным и крупным нефтесервисным центром. За последние годы, благодаря вектору на импортозамещение, местные производства широко смогли заявить о себе. Тут производят и машины, и оборудование для добывающей промышленности. Интерес со стороны последней очень стимулирует местные компании. За прошлый год предприятиями кластера было представлено почти 100 технологических проектов. Некоторые из них уже в 2024 году будут проходить опытно-промышленные испытания. Остальные в процессе разработки. Мы видим обратную связь от заказчика, что такая схема работы им нравится. Безусловно, они много вещей делают сами. Сегодня компания крупная, способная финансировать. Но сегодня такой спектр задач, что места хватит всем, и здесь важно выстроить процесс. Не обошел стороной губернатора и одну из самых актуальных тем наступивший год семьи. Александр Мор прокомментировал новые меры поддержки, которые были обещаны многодетным ячейкам общества в последнем постановлении, подписанном президентом России. Там есть прописанные вещи, которых не было. Это обеспечение формой школьной, обеспечение одежды для занятий спортом. Еще там ряд мер есть, в том числе обязательства регионов по обеспечению инфраструктуры всей необходимой земельных участков, которые мы предоставили для многодетных семей. Отметим, что Тюменская область, Ямалы и Югра – регионы, где семьям с детьми гарантированы обширные меры поддержки. Это и дополнительный к федеральному окружной и областной материнский капитал, и выплаты, положенные по рождению малышей. Вместе с тем Александр Мор отметил, что вопрос повышения демографии, по его мнению, скорее лежит не в материальной плоскости, а в духовно-нравственной. Мне думается, что появление детей в семье, хоть одного, хоть трех, хоть десятерых – это же вопрос внутренних ценностной установки. Мне кажется, вообще, когда мужчина и женщина живут в любви, появление детей – это вопрос, который ничем не обусловлен, не будучи им ни деньгами. Это естественно, это нормально. Я на своем примере, можно? Мы с моей супругой учились в одном классе, не секрет, и дружили уже в старших классах. Я ей говорил, значит, у нас будет трое. Ну, план перевыполнили маленько. Она с этим соглашалась. При этом мы женились в 1994-м, у нас первый родился в 1997-м году. Это были не самые стабильные с экономической точки зрения годы и не самые обнадеживающие с точки зрения перспективы годы. И никаких социальных выплат, никаких на первого ребенка выплат не было. Но у нас сомнений не было, что в семье должно быть трое детей. Поэтому, мне кажется, мы должны сейчас формировать такую же установку. Напомним, что программа сотрудничества между Тюменской областью, Ямалом и Югрой летом 2023 года была продлена на рекордные 12 лет до 2035 года. Документ создает условия для эффективной работы над совместными проектами в экономике и социальной сфере. За последние пять лет в рамках инициативы, возможностью переехать из условий Крайнего Севера на юг Тюменской области, воспользовались 3500 ямальских семей. В Югре за это же время, благодаря совместному финансированию, завершено строительство 43 социально значимых объектов. В том числе семи детских садов, стольких же школ и восьми учреждений здравоохранения. Мария Ливанян, Даниил Панков. Специально для программы «Новости главное». Собственники частных домов, вызывая синизаторскую технику для откачки стоечных вод, оплачивают по тарифу и ожидают опустошения септика. И дальше занимаются своими делами предприниматели, выполнив услуги по откачке коммуникационных сооружений, едут на пункт слива отходов. До недавнего времени в Сургуте такой был один на Аэрофлотской улице. Спецтехника, что работала, например, в восточной части города, теряла время и тратила больше топлива на долгую дорогу до объекта. Запрос от абонентов на строительство дополнительной зоны приема нечистот был давно. На уходящей неделе владельцы спецтехники дождались. Такая точка заработала на пересечении улицы Базовой и Нижневартовского шоссе. Новшество также должно решить проблему несанкционированных сливов в городские колодцы недобросовестными водителями. Карина Александровна знает чуть больше о новом объекте. Моя коллега пыталась выяснить, станет ли жителям выгоднее, а предпринимателям удобнее. Если осенизаторская машина выполнила работу по откачке нечистот в частном секторе Черного мыса, то ехать ей до официального пункта слива жидких отходов на Аэрофлотскую улицу минимум 10 километров. Это была главная проблема и боль водителей, и предпринимателей, как они сами подчеркивают, без малого на протяжении 15 лет. Весь восточный район в большей степени не имеет центральной канализации. Ну так получилось, что город так построили. В данном районе проживает очень много людей в частных домах, то есть в дачных кооперативах и в районе Черного мыса улицы Школьные, Октябрьские. Это все откачивается. И двигаться с этой стороны в сторону Аэрофлотской по загруженной дороге, расстояние, время и так далее. Раньше, до 2008 года на этой части города, на улице Егорской была такая же официальная станция слива. Но как только город застраивался, дома этажные построили, ее закрыли. Вероятно, из-за этого стали фиксировать случаи несанкционированного слива жидкости в колодце горводоканала, не предназначенные для этого. За прошлый год в ходе девяти рейдов на недобросовестных водителей спецтехники составили 16 предостережений. Оссенизаторам неудобно ездить в тот район города, в связи с чем они находят простое решение проблемы – это слиться в ближайшем колодце. Тем самым они повреждают колодце, нарушают его целостность и также наносят ущерб системе водоотведения, так как все стоки должны проходить предварительную очистку и фильтрацию от крупного мусора. А так как они этого не делают, это все сразу попадает в трубопровод. А на сегодняшний день в городе Сургуте функционирует два сливных пункта. Второй пункт приема сточных вод заработал на пересечении улицы Базово и Нижневартовского шоссе. Для откачки спецмашин смонтировали сливную станцию с подъездом и разворотной площадкой. Появились КПП, системы доступа, освещения и видеонаблюдения. Предполагается, что теперь незаконных сливов кратно меньше. Впрочем, инспекции по этому направлению продолжатся. На уходящей неделе составили первое предостережение. Отмечается, что юридическому лицу придется заплатить штраф до 30 тысяч рублей. Открытием этого пункта мы достигаем решения трех проблем основных. Это, во-первых, мы, конечно же, ограничим несанкционированный слив в городе недобросовестных, так скажем, абонентов. Это первое. Во-вторых, мы, конечно же, расширяем круг лиц, которые желают воспользоваться нашей услугой по приему сточных вод от синезационной техники. И третье, конечно же, мы выполняем резервирование. В случаях, когда необходимо выполнение профилактических работ на существующем слезонном пункте, который расположен по улице Аэрофлотской. Специалистами контрольного управления в данном случае проводятся профилактические мероприятия. Оно называется выездное обследование. С дальнейшим объявлением предостережения лицу, осуществляющему несанкционированный слив, допустим, в канализационный люк. Берется экспертиза. Вот у нас эксперты из города Коралл. Которые и определяют степень негативного воздействия данных жидких отходов. Потому что там же может быть и вода. А может быть тот отход нефтяной, допустим. И исходя из этого определяется, скажем так, сумма штрафов. Этим занимаются органы внутренних дел. Чаще всего нарушения по сливу жидких отходов фиксировали на улице Рыбников и в районе торгово-офисного комплекса на Нефтьюганском шоссе. В профилактические рейды выезжают как представители Горводоканала, так и специалисты контрольного управления мэрии Сургута. Проводят такие проверки не только по заранее составленному графику, но и по обращению жителей. Мы производим рейды. Периодически выявляются данные недобросовестные лица. Проводится с ними работа. Пытаемся как-то предотвращать. Потенциальная производительность данной станции будет равна порядка 500 кубических метров. То есть произойдет, естественно, перераспределение транспорта. Люди, которые обслуживают восточную часть, конечно же, будут ездить сюда. Тем, кому удобнее сливаться там, будут там. Доступ получат на обе станции в любом случае. То есть куда удобнее, туда и едут. Работы в восточной части города начались в середине мая. Контракт с суммой 22 миллиона рублей исполнили к концу ноября. Пусконаладка завершилась в последних числах января. Сейчас попасть на станцию приема сточных вод могут всем. Объект функционирует круглосуточно. Доступ на территорию по предъявлению пропуска. Электронный документ водителю осенизаторского автомобиля предоставят при заключении договора в Горводоканале. Мы же достигли договоренности в части населения юрлиц. То есть юрлицы они зарабатывают деньги и та нагрузка, которая на них ложится, она посильная. А для физлиц вполне адекватно 60 рублей за куб. Это достаточно приемлемая цена. Люди все относятся с пониманием. И, кстати, люди тоже устали от этого, потому что когда нам проводили здесь рейды, мы останавливались и не работали в этом районе. А наша работа заключается в том, что это, как сказать, обеспечиваем жизнедеятельность. То есть у человека наполнился септик, все остановилось. Все стиралки, все дела по дому, как говорится, все. Никто не может ни купаться, ни ничего делать. К слову, предприниматели предполагают, что открытие новой КНС поспособствует стабилизации ценной их услуги для сургутян. Пока утверждает, что прайс изменится в меньшую сторону, осенизаторщики не готовы. Так как топливо, запчасти и платежи за аренду гаражей для техники скорее наоборот растут. Впрочем, по словам владельцев машин, им бы был полезен и третий пункт приема стоков. Но пока таких планов на ближайшую перспективу нет. Третий пункт необходим на самом деле. Вот этот пункт на лунном, он тоже не особо удобный. Так как приходится разворачиваться. Сами сюда ехали, знаете, как это все происходит. Поэтому третий пункт, конечно, где-нибудь в середине промышленной зоны, в районе где-нибудь Островского, может быть, ближе к колониям, где-то может там. Там жилых домов нет. В принципе, если водоканал на это пойдет, мы будем очень рады. Одновременно пункт на пересечении улиц Базовая и Нижневартовское шоссе может обслуживать три осенизаторские машины. На новом важном коммунальном объекте спецтехника откачивает стоки в специальную емкость объемом 38 кубометров. Там производится предварительная очистка, после чего жидкость сливают в общий коллектор, который ведет к очистным сооружениям на Зайчьем острове. Там с помощью фильтрации и дополнительных манипуляций воду доводят до требуемых законом параметров. Карина Александян, Даниил Панков, Сергей Коликов. Специально для программы «Новости главное». Ждали долго и готовились. Очередной серьезный шаг в развитии спорта сделал Сургут, приняв большой хоккей. Арена в Ледовом дворце оснащена в соответствии с требованиями организаторов высшей лиги. Подготовка площадки для матча ВХЛ началась еще весной. В августе объект был уже переоборудован. Смонтировали новые травмобезопасные борты, защитные стекла, залили ледовое, зеркальное полотно с разметкой, добавили приборы освещения и установили 10 индивидуальных мест для болельщиков с ограниченными возможностями здоровья. Для игроков реконструировали раздевалки, модернизировали техническое наполнение. Все нововведения одобрила окружная федерация хоккея и генеральный директор клуба «Югра» Василий Филипенко. О том, как прошли первые в истории нашего города матчи ВХЛ и есть ли вероятность того, что в самом крупном муниципалитете ХМАО появится профессиональная команда. Внимание на экран. Мы видели интерес огромный. То есть жители города Сургута с удовольствием приходили даже на эти товарищеские, так называемые, выставочные матчи, да, и был полный стадион. И я уверен, что по продажным билетам на этот матч, да, я вижу, что чуть ли не за неделю до игры они были все выкуплены. А это первый в истории матч регулярного чемпионата, да, в Сургуте, поэтому, я думаю, это очень интересная история, которая, ну, пойдет на пользу, наверное, хоккею в целом, да, не только города Сургута, но и, в принципе, хоккею в Югре. На сургутском порте Ледового дворца спорта встретились профессиональные хоккейные клубы «Югра» и «Нариск». В торжественном открытии игры приняла участие заместитель губернатора округа. Елена Шумакова передала сертификат на 300 тысяч рублей семье, в которой воспитывается ребенок с ограниченными возможностями здоровья. А глава Читы выполняет поставленные задачи в зоне СВО. Деньги были собраны с продажи билетов благотворительного матча команды из Ханты-Мансийска против нашего коллектива «Песчаные лисы». Сургутяне давно ждали большой хоккей в нашем муниципалитете. К этому событию готовились. Обновили во дворце оборудование и технику, чтобы соответствовать требованиям, которые предъявляет лига к спортивным объектам. В инициативе уже лет 5-6, наверное, и вот наша федерация, городская и окружная давно рассматривала такую возможность. Ну, видно, как говорится, сошли звезды, и вот вовлеченность всех, и Василий Александрович Филипенко, который оказал большую поддержку. Вот у нас получилось это реализовать. И вот прошлый год, 23-й, мы много потратили сил и усилий, да и финансов, чтобы наш ледовый дворец полностью соответствовал требованиям ВХЛ. У нас получилось это сделать, поэтому вот все и сложилось. Надеюсь, что это станет доброй традицией. Несколько лет в нашем городе ходят разговоры о желании создать профессиональную команду уровня ВХЛ, либо клуб молодежной лиги. Инициатива такая исходит от хоккеистов и любителей этого вида спорта. Но пока это по-прежнему лишь мечты. Кто возьмет на себя львиную долю содержания профессиональной команды? Город, бюджет, извините, Цугундерник, но очень не хочет идти, чтобы, значит, из городского бюджета выделять деньги на профессиональных спортсменов. Но нет такого правила. Можно только спонсорские средства, специально заработанные средства. Средства населения можно финансировать, как Барселона. Хоккейный клуб финансируется за счет народных сборов. И пока вот этот вопрос принципиально не будет решен, то мы будем работать через хоккейный клуб Югра. Городообразующие предприятия, я думаю, найдут лишние деньги на спортсовство, чтобы организовать хоккейную команду. У нас старший сын закончил как раз хоккейную школу Югра. Закончил там один из трехклассов, выпустился с свидетельством. Папа тоже в спорте, папа вратарь хоккейный. А супруга – это хоккейная мама. Наш ребенок же начал посещать сургутскую хоккейную школу Олимпии, после чего был переведен в Югру. Мы очень рады, что в Сургуте организовали такой матч. Надеемся, что продолжение будет. Спортивная школа «Олимпийцы» у нас воспитывает хоккеистов до 18 лет. И после 18 лет они начинают разъезжаться по клубам на посмотры. Наши хоккеисты, которые отдаленные, которые что-то могут показать, они едут в Югру. И у нас эта связь налажена, отработана, тренера между собой общаются. Налажено уже давно-давно, с самого первых лет образования ХК «Мамонта» и Югры, потому что почти в каждом годе «Мамонтов» и Югры хоть один или два воспитанника сургутского Олимпийца есть. Стартовал матч ВХЛ Кубок Шелкового пути с символическим вбрасыванием шайбы от Елены Шумаковой. А игроки югорской команды открыли счет забитым голом на 17-й минуте. Отличился Артем Мисников. Норильск такая новая команда. У нас первый сезон ее высшей хоккейной лиги. Команда неплохая. Сейчас они находятся на 20-м месте. То есть мотивация у них очень серьезная, потому что идет борьба за выход в плей-офф. В последнее время терпела поражение несколько поражений. Поэтому они сегодня зубами буржи. Но Югра, сейчас мы идем на пятом месте. Есть небольшой запас по играм. И понятно, что настрой наш тоже очень серьезен. На Сургутском льду больше везло Норильску. На шайбу игры гости ответили тремя точными атаками. А в третьем периоде уже хозяевам льда улыбнулась удача. Они провели ударный 7-минутный отрезок, за который отличились по разу Максим Кириллов, Эльдар Шексадаров и Дмитрий Костенко. Шайба последнего перевела встречу в овертайм. Но уже на 15-й секунде дополнительного времени прозвучал финальный свисток. Точный бросок Владислава Калетника принес победу Норильску. 5-4. Тяжелая игра была. Не давали вообще нам ни малейшего шанса расслабиться. Играли четко по заданию. Старались. Надо было выигрывать. Все боролись, бились. Там ссадины, ушибы у всех. Все на себя шайбы ловили. Там по-другому никак. То есть все довольны, что победили. Профессионально это мой первый матч дома. А так я сам из Сургута. Я здесь очень много игр сыграл уже. Мы на любой матч выходим. Настраиваемся только на победу. Чтобы порадовать болельщиков. Подняться в турнир на таблице. Поэтому поражение это всегда неприятно. Была хорошая игра. Было много моментов. Где-то чуть-чуть подвела реализация. Соперник воспользовался своими моментами. И из этого сложился такой результат. Несмотря на то, что команда соперника пока что не попадает в плей-офф. Они в любом случае бьются за место. В топ-16. Поэтому они были настроены за предельные самодачи. Хоккеистам Югры через день предстоял еще один домашний матч ВХЛ с красноярским «Соколом». В середине стартового периода счет открыла хандемансийская команда. Но красноярцы ответили уже через минуту. Расстановка сил изменилась благодаря Анатолию Елизарову. Он замкнул передачу Ильи Авраменко. А со второго периода югорчане господствовали на льду. Гости толком не смогли ничего противопоставить Югре. Основное время закончилось со счетом 7-3 в пользу хоккеистов из нашего округа. Спасибо Сургуту за предоставленную возможность провести матчи. Очень здорово все подготовили. Свет, табло, лед. То есть руководителям всем огромнейшее спасибо, главе города. Поэтому было сегодня очень много руководителей из Хантемансийска приехало. Все довольны. И народу полная трибуна. То есть, ну, еще раз повторюсь, что игра была интересная для зрителей. Победа позволила Югре укрепить свои позиции. Они теперь на пятом месте в турнирной таблице ВХЛ. А кроме того, досрочно обеспечили себе место в плей-офф. Наша команда является трехкратным победителем этого турнира и не прочь взять четвертый титул. Анастасия Петрова, Карина Александян, Сергей Коликов. Специально для программы «Новости. Главное». К теме спорта вернемся после небольшой коммерческой паузы. Андрей Лобов расскажет о том, как в 50-метровом бассейне «Олимп» прошли матчи российской суперлиги по водному полу. Клуб «Югра», номинальный хозяин площадки, принимал не чужую для нашего города команду «Кинев» «Сургутнефтегаз». Короткой строкой еще некоторые важные события недели, которые нельзя пропустить. Ну, а в завершении выпуска о помощи и содействии в России начал работать закон о пробации для заключенных. Как тем, кто по ту сторону забора и закона помогут ресоциализироваться. Не переключайтесь. Это программа «Новости. Главное». Меня зовут Дмитрий Круковец. Продолжаем наш итоговый выпуск. И продолжаем начатую ранее тему спорта. «Сургут» принял домашний матч еще одного клуба «Югра» из Хантамансийска. На сей раз «Ватерпольного». Соперницами наших спортсменок стала одна из самых титулованных команд в стране. Да еще и не чужая нам – это кинев «Сургутнефтегаз» из Ленинградской области. В составе многократных чемпионок России есть девушки, которые уже плавали в сургутской воде. Это члены той сборной России, которая в 2018-м стала здесь серебряным призером Кубка мира. Он проходил в бассейне «Олимп» летом, а игры вызвали нешуточный ажиотаж. Многие интересовались тогда, где бы достать заветную проходку. Сейчас вход также был свободным, но и пригласительных не требовалось. Поддержать команды в течение двух дней приходили по 400 с лишним человек. Как распределились симпатии болельщиков? Кто победил? Есть ли у «Югры» шансы побороться за медали? И ждать ли в нашем городе других ватерпольных баталий? Все ответы у Андрея Лобова. Большого водного пола в Сургуте не было свыше пяти лет. В 2018-м наш город в последний раз принимал крупные соревнования. То были матчи Кубка мира, где, кстати, сборная России заняла второе место. В начале 2024-го городу доверили провести выездную, но считающуюся домашней серию встреч клуба «Югра» из Ханты-Мансийска. Их соперницами стали 20-кратные чемпионки России команда «Кенев» «Сургутнефтегаз» из Ленинградской области. Девушки, кстати, прибыли в наш город на день раньше хозяек. И успели не только потренироваться. Девчонки, представители «Кенев» «Сургутнефтегаз» сегодня приезжают в Сургут. И здесь проведут две игры с командой «Хмау» «Югра». Наша задача и желание помочь команде, поддержать ее всеми своими силами. Ну и желаем их спортивных успехов. Встретили отлично. В аэропорту нас встречали. Мы были на экскурсии в центре политехнического обучения. Нам рассказывали, как мы добываем нефть. Секрет успеха команды «Кенев» «Сургутнефтегаз» в поддержке со стороны градообразующего предприятия. Нефтяная компания является таковым как в Сургуте, так и в Киришах. Клуб из Ленинградской области, базовый для сборной России. Конечно, поддержка много значит. «Сургутнефтегаз» — это у нас, наверное, самая титулованная команда в жарском водном поле. Она выигрывала и кубки в европейские суперкубки, и чемпионов становилась много раз. Это грант. И, конечно, поддержка очень много значит. Поддержка есть и у югорского коллектива. Это не только преданные болельщики, которые нередко следуют за своей командой на выездные игры, но и спортивное руководство округа. В Хмау водное поло развивается в Ханты-Мансийске и в Сургуте. В нашем городе две секции в одном из частных учреждений работали с 2019-го. А два с половиной года назад отделение открыли в муниципальном ледовом дворце. Сейчас у тренера несколько групп, в которых 72 воспитанницы. Одна из них привлекалась в региональную команду для участия в первенстве России. Безусловно, мы будем болеть за красивое водное поло и болеть за то, чтобы этот спорт набирался больше количества поклонников в регионе. И для нас очень важно, что этот матч проходит в Сургуте. Здесь два года назад начало работать отделение водного пола. На сегодняшний день мы видим, что интерес растет к этому виду спорта. Уже более 350 спортсменов по региону занимаются им. У нас сейчас уже фактически утверждена программа развития водного пола в конкретном учреждении в Нефтьюганске. И будет развиваться этот вид спорта. Конечно, не сразу такими громадными шагами, как здесь, в Ханты-Мансийске. Но, тем не менее, все большое начинается с малого. Тенев Сургутнефтегаз расположился на первой строчке Суперлиги. Югра на четвертой позиции. В этом сезоне соперницы уже встречались несколько раз. Но лишь последняя игра завершилась победой девушек из окружной столицы. 18 ноября команда Ленинградской области уступила северянкам 12-14. Анализировали обязательно, смотрели свои ошибки, смотрели, за счет чего нам не удалось победить. По поводу того, что проиграли. И накануне у нас была тяжелая игра против «Уралочки». И девчонки очень много эмоций оставили. И на следующий день, возможно, немножко был недонастрой. Потому что на некоторое время до этого матча мы на Кубке выиграли очень много. Команды Югра. И поэтому, может быть, это и сыграло определенную роль. Мы уважаем эту команду. И мы с ними часто встречаемся. Она непростая. Ну, довольно-таки долго, уже долго, много лет мы с ними встречаемся. Друг друга вроде бы знаем. Но вроде бы есть определенные какие-то сюрпризы, которые каждая команда выдает. И тем более сейчас началась история. То есть для каждой команды очень необходимы очки. Поэтому, в принципе, мы и так предполагали, что игра будет непростая. Игра действительно получилась равной. По ходу первой половины матча югорчанки с минимальным преимуществом вели в счете. Но в конце свое слово сказал опыт. Екатерина Прокофьева оказалась самой полезной в составе Кене в Сургутнефтегаз. Заслуженный мастер спорта страны, бронзовая призерка Олимпиады в Рио, за две минуты до конца игры забила пенальти. А после заработала на себе удаление и сама же реализовала численное превосходство. Югра в последних своих атаках не смогла довести дело даже до броска. 10-12 в пользу клуба из Ленинградской области. Сейчас ответственный момент. Будет борьба за выход в четверку, который будет потом разыгрывать медали. И это очень важная игра. И будем надеяться, что будет очень интересно. Время меняется, поэтому то, что было 10-15 лет назад, это уже главное. Но на сегодняшний день это обе достойные команды друг к другу. Что в первой игре, что во второй, команды не были обделены поддержкой болельщиков. Посмотреть ватерпольные матчи дважды собрался полный зал. У чаши установлены 450 кресел. Симпатии пришедших поделились примерно поровну. Любимую команду Кинев. 20-ти кратный чемпион. Мы за них. Сургут-Нефтевая, вперед. Да, мы вдвоем. Мы работаем в одной организации. Мы приехали в специальность Федоровки, чтобы поболеть. Поддержать наших. Поддержать наших девчонок-спортсменок. Девчонки у нас молодцы, красавицы, спортсменки. Потому что я пенсионер Сургут-Нефтегаза. Я там проработал 38 лет Сургут-Нефтегаза в одном предприятии. Поэтому, что она ближе мне. Поэтому я болею за Сургут-Нефтегаз. Ну и за Югру тоже, чтобы они достойную игру показали. За команду Югру из Ханты-Мансийска. Потому что мы сами из Ханты-Мансийска. И наши дети занимаются водным полом. Да, тяжело. Все-таки Нефтегаз, как-никак, 20-кратный чемпион России. Очень много опытных игроков со сборной России. Поэтому очень достойный соперник. Активность сургутян отметили и сами спортсменки. Екатерина Прокофьева – одна из самых именитых в составе обеих команд. Играла в Сургуте в 2018-м. И вместе со сборной России тогда стала серебряной призеркой Кубка мира. Прекрасно. Шесть лет назад мы здесь были. Играли Кубок мира. Нам здесь очень все понравилось. Как и болельщики, зрители, которые сюда приходили. Болели на тот момент за сборную России. Так и сейчас. Несмотря на то, что, понятное дело, что многие приехали поболеть за свою команду. Но, тем не менее, мы слышали аплодисменты. И сейчас на данный момент даже встретились с теми болельщиками, которые шесть лет назад приходили сюда. Это очень приятно. Поэтому большое спасибо за такое гостеприимство. В повторной встрече Суперлиги между Кенефом и Югрой сценарий был во многом схож с предыдущим матчем. Только стоя лишь разницей, что в четвертой четверти гостям удалось провести четыре мяча подряд. Отыграться со счета 9-14 хозяйкам не удалось. Маргарита Пыстин реализовала только один гол. Думаю, что это концентрация на последних минутах. Уже где-то потерялись, сил не хватило. Потому что игра была вязкая, соперник сильный. Не хватило, наверное, в реализации своих моментов. Где-то растерялись в защите. Но в целом считаю, что игра хорошая. В этом году очень много молодых девчонок влилось в коллектив. И не хватает немножко стабильности, не хватает длины равного состава, скажем так, длины скамейки полноценной. Но на все нужно время. Надеюсь, что к концу чемпионата мы обретем то, на что очень надеемся. Что все-таки будем, надеемся, что мы в этом году будем бороться за медали. В этом сезоне шансы сургутян увидеть другие ватерпольные матчи клуба «Югра» невысоки. Однако практика таких выставочных встреч будет продолжена. Предварительная договоренность об этом достигнута. Так что, возможно, приезд в наш город команды из Ленинградской области, которую поддерживает сургут «Нефтегаз», не последний. Сейчас мы вот с Петровой и Татьяной Владимировной, с руководителем клуба «Югра» определились. И на следующий чемпионат России будем заявляться почаще, чтобы домашние игры клуба «Югра» проводились на нашей территории. Я думаю, что 3-4 тура можно провести легко. Сам чемпионат России проходит в два этапа. На первом, предварительном этапе, 10 команд провели по одной встрече друг с другом и определили шестерку лучших, которые и образовали Суперлигу. Именно эти коллективы разыграют весной медали чемпионата. Еще 4 клуба борются за чемпионство в высшей лиге. Решающие матчи в обоих лигах пройдут в апреле и мае. У «Югры» еще есть шанс не только остаться в четверке лидеров, но и побороться за награды. Андрей Лобов, Дмитрий Курковец, Владимир Федоров. Специально для программы «Новости. Главное». Новое поколение инженеров из «Югры». В Когалыми состоялось открытие филиала Пермского национального исследовательского политехнического университета. Мероприятие стало частью рабочего совещания под председательством президента Российской Федерации Владимира Путина. Новый образовательный центр даст возможность будущим студентам проходить обучение под руководством ведущих специалистов топливно-энергетического комплекса, а также высококвалифицированных сотрудников ВУЗа. Появился он благодаря взаимодействию Министерства науки и высшего образования страны, правительства «Югры» и Пермского края компанией «Лукойл». Открытие филиала Пермского института позволит внедрить и развивать модель школа, колледж, ВУЗ, отраслевая наука, предприятия. Это обеспечит непрерывную подготовку высококвалифицированных кадров. Среди направлений обучения – геология, разработка нефтяных и газовых месторождений, бурение. Институт будет обучать больше тысячи студентов, а сам центр включает в себя общественно-образовательные, учебные и лабораторные корпуса. Два общежития на 390 человек, спортивный блок, актовый конференц-зал и столовую, кафе и амфитеатр-трансформер. Студенты, которые уже учатся в институте, пригласили Владимира Путина в «Югру», чтобы показать и рассказать о том, как проходит их профессиональная подготовка в стенах учебного заведения. Президент, в свою очередь, обещал постараться приехать. Другие интересные и важные новости уходящей недели короткой строкой в традиционном дайджесте. Я передаю слово Антонине Сахаровой. Югорчане едут домой. Военные из Нижневартовска, Радужного Лангипаса и Сургута – одни из тех, кто возвращен с территории Украины в результате завершившегося накануне обмена пленными. Всего на родину прибыли 195 солдат российской армии. В Министерстве обороны сообщили, что, цитирую, самолетами военно-транспортной авиации ВКС, освобожденные военнослужащие будут доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России. Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь. Конец цитаты. Добавлю, что югорские бойцы находились в неволе с осени прошлого года. Дело о доведении до самоубийства медсестры Сургутская травмбольница вернули на повторное рассмотрение. Оправдательный приговор бывшей старшей медсестре отделения анестезиологии и реанимации медучреждения Ольги Матвичук отменил окружной суд. Напомню, в октябре 2021 сотрудница травмцентра Айжанта Шмагамбетова приняла роковое решение, в чем муж погибшей обвинил ее руководство. Два года силовики вели следствие. И в минувшем октябре процесс завершился оправдательным вердиктом. Однако прокуратура и потерпевшая сторона его оспорили. В Сургуте все чаще диагностируют твиндемию. Только за первый день уходящей недели отмечено почти 20 случаев одновременного инфицирования сезонными вирусами и ковидом. За четвертую неделю года в округе эпидпорог по ОРВИ и гриппу превышен почти на 87,5%. Чуть меньше половины из этого числа фиксировали среди сургутян. 9% в нефтеюганске. Рост заболеваемости отмечается в 15 муниципалитетах региона. Как рассказали журналистам о медиа в инфекционном отделении Сургутской окружной клинической больницы, двойное, а порой и тройное заражение разными вирусами возможно из-за их активизации. Терапию при твиндемии медики назначают подобную той, которую применяют при гриппе или коронавирусе. Так как симптомы при одновременном инфицировании несколькими вирусами такие же. Это температура, слезотечение, насморк. Лишь у 3% больных от общего числа обращений регистрируется тяжелое течение, осложняющейся пневмонии. В ковидное время мы соблюдали санэпид-режим, были введены ограничения. Это и закрыты торговые центры были, и такого не было. А сейчас, конечно, респираторные вирусные инфекции, которые мы мало регистрировали в ковидную историю, они подняли голову. Если люди заболели, хотя бы с признаками острой респираторной инфекции, они должны посещать многолюдные такие торговые центры, да, или хотя бы одеть маску. Недавно вступивший в должность генерального директора общества СПОПАД Кирилл Киселев вновь сменил работу. Он стал советником главы Сургута. В новой роли он продолжит курировать работу общественного транспорта и дальнейшую реализацию реформы в сфере пассажирских перевозок. СПОПАД возглавил отраслевой специалист Александр Попов. До недавнего времени он отвечал за проведение аналогичного проекта в Южно-Сахалинске. С 31 января приступил к обязанностям генерального директора АОС ПОПАД. В первую очередь сосредоточен на работе продолжения транспортной реформы города из Сургута. В свою очередь оперативные перед собой ставлю цели – это нормализовать выпуск транспортных средств на линию и корректировку расписаний для обеспечения ритмичной работы общественного транспорта в интересах жителей Сургута. Югорчане в феврале получат квитанции с новыми суммами за капремонт. С нового года в платежках Югорского фонда минимальный размер взноса вырос на 56 копеек за один квадратный метр жилого помещения. Так, в панельных домах, где имеется лифт, собственникам будут назначать по 18 рублей одной копейки. А без подъемного механизма в подъезде примерно на 2,5 рубля меньше. В многоквартирниках и новостроения с грузовой кабиной платеж за квадратный метр составит 16 рублей. Без лифта – 14. В Сургуте по договору концессии построят еще одну литовую арену. Приступят к возведению площадки для занятий хоккеем в 2024 году. Об этом журналистам рассказал глава города. Частный инвестор завершает проектирование и уже практически готов к началу строительно-монтажных работ. Крытый корт расположится на территории бывшей базы «Спопат» на пересечении улиц Маяковского и «30 лет победы». Там будут развивать хоккей и фигурное катание. Всего планируется, по концессионному соглашению в Сургуте появится 5 спортивных объектов. Мы сейчас взяли курс на то, чтобы и дворовые у нас площадки были готовы в сезон. Мы несколько площадок пришкольных сделали, открытых кортов. У нас подписана концессия на строительство еще одного льда, то есть уже закрытого комплекса. По-моему, сейчас уже выходят они из проектирования. В этом году будет СМР. Мы точно будем развивать этот вид спорта, поддерживать. А если так сложится, что такие матчи станут уже календарными, традиция, это точно привлечет внимание и ребят, молодых сургутян. Ну, безусловно, будем реагировать на этот запрос тогда с большими темпами. Юные сургутяне стали участниками телемарафона «Умницы и умники». Наш город в проекте Первого канала представляют ученик гимназии имени Фармана Салманова Иван Титаренко и учащийся школы номер 46 Павел Салмин. Отмечу, что победитель финального этапа сможет стать студентом одного из самых престижных вузов страны МГИМО. Подготовка была сложной, но не забывали молодые люди и об учебе в школе. Выпускной класс обязывает плотно готовиться к грядущему единому государственному экзамену. Но, как отметили «Умники», участие в телемарафоне подарило школьникам новые знакомства с единомышленниками со всей страны и новые знания, которые, не исключено, ребята смогут применить на ЕГЭ. «За кулисе мне понравилось. Снимался я вместе с другими ребятами из регионов, можно сказать, от Вологодской области, от Дагестана и до Камчатки. То есть из всех достаточно отдаленных регионов посмеялись, пообщались. В общем-то, ровесников, единомышленников друг друга все нашли». Антонина Сахарова, Дмитрий Круковец. Специально для программы «Новости. Главное». Содействовать и помогать – таков главный посыл закона о пробации для заключенных, который начал работать в России с 1 января этого года. Его основной смысл в том, чтобы помочь находящимся по ту сторону забора и законов в трудных жизненных ситуациях. Наладить связи с родственниками, устроиться на работу после освобождения, избавиться от алкогольной или наркотической зависимости, восстановить документы. Все это в пенитенциарных учреждениях делали и раньше. Только теперь меры поддержки станут более адресными, а работа с осужденными будет строиться системнее и по единому принципу. Это в том числе помогает бывшим заключенным быстрее адаптироваться и ресоциализироваться в обществе. Как следствие, уверены законодатели, пробация поможет снизить уровень рецидивов. По статистике, сегодня в российских тюрьмах содержится около полумиллиона человек. Более 40% освободившихся вновь вступают на скользкую дорожку. Оно и понятно. Изоляция от общества бесследно не проходит. Сказывается и влияние своеобразной среды, которая не только искажает душевную конституцию человека, но и его понятие о жизни. Поможет ли закон о пробации исправить ситуацию, как собираются решать проблему адаптации заключенных в Югре, расскажет Татьяна Расторгуева. Закон о пробации в России приняли еще в феврале прошлого года. С 1 января 2024 он вступил в силу. Однако стоит отметить, что попытки внедрить принципы ресоциализации осужденных в систему были и ранее. Например, в некоторых регионах уже принято закон о социальной адаптации лиц, освободившихся из учреждений уголовно-исполнительной системы. Закон о пробации поможет систематизировать отдельные положения в этой сфере и установить единые принципы организации работы по контролю, адаптации и реабилитации осужденных, как в самих пенитенциарных учреждениях, так и за их пределами, путем создания системы пробации. Грубо говоря, пробация – это адресная помощь конкретному лицу, конкретному осужденному, попавшему в трудную жизненную ситуацию. Под помощью мы можем подразумевать практически любые направления. Это трудоустройство, это лечение от алкогольной и наркотической зависимости, это медико-социальная реабилитация, восстановление социальных связей. То есть любой вопрос, с которым обратится осужденный к сотруднику группы пробации, будет им рассмотрен и, по возможности, решен уже во взаимодействии с другими субъектами пробации. По данным на 2023 год, в российских тюрьмах содержится около 483 тысяч человек. Как отмечают эксперты, примерно 40% из тех, кто выходит за пределы зоны ограничения свободы, вновь оказываются за решеткой. Все из-за того, что, находясь длительное время в неволе, осужденный попросту привыкает к атмосфере, в которой свои понятия добра и зла и несколько иные представления о жизни. Совершенно логично, что после освобождения он не может влиться в привычную среду, чтобы, так сказать, сгладить углы и помочь адаптироваться в новых реалиях. И создан институт пробации. Но направлен он не только на тех, кто отбыл наказание. С 1 января 2024 года федеральный закон номер 10 у нас вступил в силу именно в реализации положений исполнительной и пенитенциарной пробации. Исполнительная пробация, она реализуется для осужденных, состоящих на учете в уголовно-исполнительных инспекциях. То есть это осужденные без изоляции от общества. Также у нас вступило в законную силу положение в рамках реализации пенитенциарной пробации. Это осужденные отбывающие наказания в местах лишения свободы и осужденные отбывающие наказания в виде принудительных работ в исправительных центрах. Реализация постпенитенциарной пробации у нас начнет действовать с 1 января 2025 года, когда вступят в законную силу положения именно по этой части направления. Надо сказать, что помощь заключенным оказывали и раньше, в том же восстановлении документов, трудоустройстве или лечении. В исправительной колонии номер 11, например, для этого есть специальная группа социальной защиты осужденных, сотрудники которой заведуют школой подготовки к освобождению. Самая главная задача – правильно и грамотно подготовить осужденного к освобождению. О том, что когда выйдет на свободу, он не растерялся, особенно когда осужденный отбывает наказание в длительный срок период отбывания наказания, когда сроки большие, когда теряются социальные связи, теряются, умирают родственники, ему некуда идти. Это немаловажный фактор в том, чтобы его правильно и грамотно здесь подготовить, потому что жизнь поменялась очень сильно. Это немаловажно, потому что они, находясь здесь, находятся на пульном социальном обеспечении. Это имеется в виду о том, что здесь им не приходится заботиться о питании, об одежде, обращение в медицинские центры или какие-либо восстановления документов или чего-либо, потому что в местах лишения свободы их полностью сопровождают сотрудники. Иными словами, будущему свободному гражданину нашей страны готовят почву для нормальной жизни и дают возможности для исправления. Так, чтобы оступившийся однажды не оказался за решеткой вновь. Работу проводят колоссальную. За шесть месяцев до освобождения начинается подготовка осужденных. Осужденные заполняют заявление, в котором указывают прежнее место жительства, а также указывают и избираемое место жительства при освобождении. На основании этих заявлений направляются уведомления в органы внутренних дел, в администрацию, а также в центры занятости населения. В центры занятости населения направляются уведомления для того, чтобы осужденные ему оказали помощь в трудоустройстве при освобождении. Мы направляем информацию об имеющемся образовании у осуждённых. В свою очередь, Центр занятости направляет нам ответы, какие вакансии по его специальности у них имеются, а также какую помощь они могут ему оказать. С вступлением в силу закона апробации продолжится курс на гуманизацию уголовно-исполнительной системы. Она будет начинаться за 9 месяцев до освобождения заключённого, применяться один раз и длиться в течение года. Таким образом, будет больше времени на то, чтобы помочь таким гражданам пройти полноценную социальную реабилитацию, которая сформирует новую систему установок, ценностей и навыков поведения, достаточную для того, чтобы стать полноценным членом общества и не нарушать закон впредь. Несмотря на то, что проект начал действовать всего месяц назад, работа по его реализации в Югре ведётся активно. Уголовно-исполнительные инспекции в рамках реализации исполнительной апробации уже дают нам первые результаты. То есть, на сегодняшний день у нас более 30 осуждённых по округу, которые попадают под реализацию исполнительной апробации. С частью из них на сегодняшний день проводится уже работа. Составлены индивидуальные программы ресоциализации, социальной адаптации. И в рамках этой индивидуальной программы реализуются мероприятия. То есть, кроме того, у нас сейчас по филиалам, по округу проводится просветительская работа. Сотрудники уголовно-исполнительных инспекций рассказывают осуждённым о том, что они могут обратиться к сотруднику группы апробации для решения каких-то вопросов, которые они не могут решить самостоятельно. В конце января стало известно, что Федеральная служба исполнения наказаний России заключила соглашение с четырьмя регионами о создании на их территории центров апробации для бывших заключённых. Число субъектов, где появится такое учреждение, вошла и ЮГРА. Отмечается, что центры смогут создавать некоммерческие религиозные организации и общественные объединения. Кроме того, планируется создать единый реестр лиц, в отношении которых применяется пробация. Но это дело будущего. Оценить же промежуточные результаты работы нового закона в полную силу можно будет уже к началу лета. Татьяна Расторгуева, Денис Зонов. Специально для программы «Новости. Главное». Это были главные новости уходящей недели. Чтобы всегда оставаться в курсе последних событий, смотрите программу «Новости Сургу-24» и подписывайтесь на наш телеграм-канал «Омедиа Сургу-24». Впереди реклама и прогноз погоды. Я желаю вам только хороших новостей. До встречи в эфире. Сургут Каролинского 13 А вы знали, что в Сургуте открылся ресторан «Том Ям Бар» с большим выбором легендарных супов «Том Ям» от демократичного за 399 рублей до роскошного «Ройал Тай». Здесь можно найти известные хиты тайской, вьетнамской, японской и китайской кухни. Закажи столик в «Том Ям Бар». Хотите, чтобы волосы были пышнее и гуще? Безоперационная пересадка волос в центре акватория. Эффективно, без наркоза и разрезов. Окончательный результат виден уже через 2 месяца. Запишитесь на консультацию прямо сейчас по телефону в Сургуте. 59 35 35. Центр медицинской эстетики «Акватория». Цветы мира – это когда цветов не просто много, а много. А еще цветы мира – это когда покупаешь больше, а платишь меньше. Розы от 74 рублей. 101 роза от 5656 рублей. Красивые срезанные цветы по оптовым ценам с очень гибкой системой скидок в магазине «Цветы мира». Югорский тракт 7-4. Блок А. Телефон 7070-07. Паш! Маша, не сейчас! Паш! Маша, не сейчас! Паш! Маш, ну не сейчас! Маш, а интернет-это нет? Я тебе целый день об этом хотела сказать. А интернет от Телеплюс работает всегда. А еще Телеплюс – это умный домофон, видеонаблюдение, интернет и телевидение в едином тарифе. Звони скорее, будем подключаться. Я хочу, чтобы дети были здоровы. Я хочу, чтобы дети были здоровы. Я хочу, чтобы дети были здоровы. Наверное, если повторять эту фразу чаще, желание однажды сбудется. Но есть способ надежней. Зайдите на сайт tnfond.ru и переведите любую сумму детям, которым нужна помощь. Подробности по телефону в Сургуте. 51 11 80. Спасибо вам. Благотворительный фонд «Траектория надежды».